Вот и снова ты! Рад тебя видеть! Ты пришёл за новой историей? Что ж, на сегодня у меня приготовлено кое-что интересное! Сегодня об этом волшебнике мало кто знает, но скоро всё изменится, уж поверь мне! Итак, присаживайся, мы начинаем! Геллард Грин-де-Вальд, тёмный волшебник, считавшийся самым сильным и опасным до прихода Волан-де-Морта. Побеждён в дуэли Альбусом Дамблдором в 1945 году, за что Дамблдор получил Орден Мерлина первой степени. Остаток жизни провёл заточённым в собственной тюрьме Нурменгард, которую он построил для своих идейных врагов, убит Волан-де-Мортом весной 1998 года. Грин-де-Вальд был очаровательным и замечательным человеком в юности. Любопытство и азарт толкали его к тёмным искусствам и вскоре затянулись головой. Он был очень умным, талантливым, амбициозным идеалистом, который постепенно развращался, портился и становился более изощрённым и жестоким. Его тайный порочный нрав проявился в полной мере, когда Аберфорд Дамблдор бросил вызов его планам и попытался вразумить своего брата Альбуса, попытавшись раскрыть ему глаза на его друга. Грин-де-Вальд пришёл в бешенство, полностью потерял над собой контроль и применил Круциатус на Аберфорте. До Волан-де-Морта некоторые считали Геллерта самым жестоким и страшным тёмным волшебником в мире. Геллерт был очень эгоцентричным, но был в состоянии признать талант и заслуги более сильных волшебников, в отличие от самовлюблённого в свои силы Волан-де-Морта. В глубине души он, вероятно, понимал, что совершает огромную ошибку, но он был слишком сильно поглощён своей идеологией и считал, что его политика рано или поздно должна дать положительный результат. Поэтому для захвата власти он использовал любые цели и средства. Грин-де-Вальд становился очень опасен, если кто-либо не разделял его идей. Существует доказательство того, что Грин-де-Вальд пересмотрел свои взгляды во время заточения. Он презирал Волан-де-Морта, считал его мощным, но недостойным. Во время долгого заточения он потерял всякую волю к жизни, что показано, когда второй величайший чёрный маг Волан-де-Морт навестил его и попытался выпытать, где непобедимая палочка из бузины. Грин-де-Вальд, столкнувшись со смертью в лице Волан-де-Морта, не испугался и отвечал дерзко и насмешливо. Родился Галлерд в конце 19 века, либо в один год с Альбусом Дамблдором, либо годом или двумя позже. Учился в Дурмстронге, но был оттуда отчислен с предпоследнего курса за какие-то неблаговидные поступки. Поскольку в то время Геллерд увлекался поиском даров смерти, он приехал на каникулы к своей двоюродной бабушке Батильде Бэкшо, которая жила в Годриковой впадине. Именно в этой деревушке был похоронен один из братьев Певерилов, Игнотус, чьим именем связана легенда о дарах. Батильда была одной из немногих односельчан Дамблдору, с которыми те поддерживали добрососедские отношения и очень обрадовалась, когда Гриндевальд и Альбус подружились. Гриндевальд заразил Дамблдора идеей найти все три дара смерти и с их помощью завладеть миром. Они стали строить совместные планы. И если Альбус несколько наивно хотел покорить вселенную, чтобы улучшить жизнь маглов и магов, то Геллерд стремился только к власти. Их дружба продлилась всего лишь пару месяцев. Захваченным мыслями о дарах, Альбус почти забыл о сестре Арианне, о которой должен был заботиться, пока его брат Аберфорд не закончит Хогвартс. Приехавший домой Аберфорд обвинил брата в пренебрежении своими обязанностями. Оказавшийся при их размолке Гриндевальд применил к Аберфорту очень болезненное заклятие – Круциатус, и Альбус вступился за брата. Между всеми тремя вспыхнула схватка. Никто не знает, чье именно заклятие угодило в вошедшую Арианну, но девочка погибла. Гриндевальд в спешке покинул Англию. Поведение Геллерта и смерть Арианы открыли глаза Альбусу. На истинную сущность Гриндевальда. Их дружбе пришел конец. О дальнейшей жизни Гриндевальда в книгах о Гарри Поттере написано немного. Известно, что в молодости он похитил старшую палочку у болгарского мастера Григоровича и с ее помощью пытался покорить мир. Где-то в 20-х годах прошлого века Гриндевальд терроризировал Нью-Йорк под видом Персивале Грейвса, мракоборца Макуса. Когда его раскрыли, он бежал во Францию и стал наводить так называемый порядок там. Альбус Дамблдор, который к этому времени уже стал достойным противником своему бывшему другу, никак не мог решиться на поединок с ним, боясь каким-то образом узнать истинного убийцу своей сестры, боясь, что этим убийцей может оказаться он сам. Но когда откладывать схватку стало уже невозможно, Дамблдор встретился с Гриндевальдом и победил его. Старшая палочка перешла к победителю, а Гриндевальд с тех пор добровольно заточил себя в замке Нурменгард, где и был убит Волан-де-Мортом. Но Гриндевальд сказал Волан-де-Морту только то, что он никогда не сможет победить, и эта палочка никогда не будет ему принадлежать. Взбешенный Волан-де-Морт убил Гриндевальда! Альбус Дамблдор упоминал, что в последние годы Гриндевальд высказывал раскаяние. И еще раз хочу тебе напомнить, что об этом волшебнике скоро очень многие начнут говорить. И если ты знаешь почему, то напиши свой ответ в комментариях. От меня же на сегодня это все. До скорой встречи, друг мой! Субтитры подогнал «Симон»!